Всякий раз, когда успешная франшиза спортивных видеоигр такая, как F1, переходит к новому издателю, даже такому крупному, как EA, возникает некоторое беспокойство. Codemasters, главный разработчик серии F1, не просто отлично поработали с гонками. Они продемонстрировали отличное владение всем жанром гонок с другими великими франшизами, такими как Grit и Dirt. Недавно была объявлена о сделке с EA, согласно которой издатель приобрел Codemasters примерно за 1,2 миллиарда долларов. Первым выпуском после покупки стала F1 2021. Сохраняет ли серия F1 свою привлекательность? Об этом мы поговорим с вами в этом видео. Устраивайся удобней, прожимай палец вверх, ну а я буду начинать. Я не буду вдаваться в каждую мелочь новой серии, а пожалуй перейду к самым ключевым изменениям Формулы с предыдущей частью. Итак, главная новинка этого F1 – режим Breakpoint. Те из вас, кто регулярно участвует в саге FIFA, найдут много общего с режимом El Camino. И правда в том, что он очень похож. Для тех из вас, кто не играл в футбольную видеоигру, это по сути своего рода сюжетный режим с чемпионатом Формулы-1 на заднем плане. Мы ведем Эйдена Джексона, молодого гонщика, который пытается сделать себе имя в Формуле-1 из F2. В этом смысле мы будем главными героями истории со взлетами и падениями, которая показывает, насколько сложен и конкурентоспособен этот мир. Сразу скажу, что сюжет не смог хоть как-то заинтересовать, но эмоции определенно подарил. Ситуация тривиальная, персонажам не особо веришь и не сильно-то сопереживаешь. Пройти весь сюжет можно часов за шесть, и если вы не частый гость профильных медиа, то вам вполне может понравиться все происходящее. Так как мне довелось поиграть и Формулу прошлого года, визуальная игра не изменилась, и является полной копией прошлой части. Найти какие-то значительные различия или улучшения в картинке не представляется возможным. Наверняка при глубоком покадровом или техническом сравнении окажется, что разница значительна. Вполне возможно, что на консоли нового поколения игра идет в полноценном 4К разрешении, и проверить это не составило бы труда, но мы говорим исключительно о потребительских впечатлениях от игры. Они ровно такие же, какими были год назад. Что мне действительно понравилось, так это по-настоящему удобное управление. Благодаря трем типам F1 предлагает довольно разнообразный и привлекательный способ участвовать в гонках. Хардкорные фанаты и давние игроки этой серии найдут для себя привлекательным играть на сложности эксперт. Между тем фанаты, которые могут впервые попробовать серию, по-прежнему могут насладиться интенсивными гоночными сражениями и на стандартном уровне. Это правильный способ создать несколько уровней навыков, не отвлекаясь от удовольствия. Лучший способ испытать F1, это конечно же за рулем. У меня руль за 40 долларов и не особо подошел, но для меня было вполне играбельно. Однако я также заметил, что традиционные контроллеры также могут дать положительный опыт гонок. Это особенно касается механизма тактильной обратной связи на PS5. Кинематика. Кинематика в Breakpoint в основном прекрасна. Визуальные эффекты на экранах, рассказывающие историю Эйдена Джексона, в основном хорошо визуализированы. Проследить восхождение Джексона из F2 в F1 довольно легко и это, блин, красиво выглядит. Другой важный момент — это новый режим карьеры для двух игроков. И даже если формула не меняется ни на йоту в ходе карьеры, добавление возможности испытать приключения с таким же фанатом F1, как ты — это большой плюс. И в этом новом режиме это сделано отлично. Это очень интуитивно понятно. У вас есть те же возможности, что и в индивидуальном режиме карьеры — отдел исследований и разработок, работа с прессой и т.д. Но у вас есть стимул, что вы можете играть с другом либо в качестве товарищей по команде, либо стать новым Льюисом Хэмилтоном и Максом Вертаппеном. Для меня игра выглядит детализированно, четко и более чем современно. Нет никакого желания ругать что-то в этой игре из визуального плана. Все выглядит ровно так, как и должно, за исключением анимации подиума. Кто бы ни был на втором месте, он всегда одинаково обливает шампанским победителя. Ракурсы у камеры идентичны и потому, если вы часто побеждаете в заездах, вы очень быстро найдете этот изъян. Не сказать, что это прям серьезный минус игры и все впечатления на смарку, просто за добрый десяток лет можно нарисовать больше анимаций. Как итог. F1 2021 — идеальное дополнение для любого фаната Формулы 1. Новые игровые режимы поднимают это издание на несколько пунктов по сравнению с его предшественником благодаря стимулятору, который Кодмастерс превратил в подарок для поклонников и который с каждым годом становится все ближе к совершенству. Единственное, что ценник в 3000 рублей для меня чутка большой и мне, например, было тяжело оставаться такой суммой ради новой формулы. Ну а на этом у меня все. Тебе огромное спасибо за внимание, а также прожитый палец вверх. Не забывай про наши стримы, которые я провожу каждый день в 7.00 по Москве. Помни, что я всегда род новым лицам. Также не забывай подписываться и бить в колокол, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч и всем пока-пока.